Всем привет! Меня зовут Лихачева Лизаэта, я директор Музея архитектуры. Я рада приветствовать вас в очередном выпуске блога «Директора». И сегодня этот выпуск посвящен пополнению коллекции музея. Вообще, если взять историю музея, а музей при Академии архитектуры был основан аж в 1934 году, источником пополнения его коллекции служили, как правило, архивы конкурсных комиссий из крупных советских конкурсов, например, конкурс на Дворец Советов, на Наркомат тяжелой промышленности, на Стадион Аминни Сталина в Измайлова и еще масса других всяких проектов. Я думаю, что если вы ходите в музей, вы об этих конкурсах знаете. Вторым источником служат, собственно, архивы проектных организаций, которые, к сожалению, после 1965 года в музей передаваться перестали, и в результате многое из того, что они хранили, мы потеряли. Мы потеряли, например, полностью архив Института Генплана, который в 1992 году просто вынесли на помойку. Архив МОСПроекта-1, архив МОСПроекта-3, архив Гипростройку Ройпроекта, и так далее, и так далее, и так далее. Есть числа проектным организациям, чьи архивы в 90-е годы были просто уничтожены в силу многих разных обстоятельств, как правило, в силу двух основных обстоятельств. Первое – это абсолютное пренебрежение той архитектуры, которая в этих архивах хранилась. Не секрет, что архитектура советского модернизма, то есть архитектура периода конца 50-х, середины 80-х годов, современниками не ценилась, считалась плохой. И я рада отметить, что за последние пять лет ситуация поменялась, эта тема, вообще это искусство 50-х, 80-х пользуется все больше и больше популярностью, люди все больше и больше этим интересуются. Это, как мне кажется, за счет того, что мы потихонечку начинаем переосмыслять, кто мы, кто мы есть. Мне отрадно говорить о том, что музей впервые за очень долгое время возобновил работу с архитекторами и с наследниками, потому что в конечном итоге именно семейные архивы становятся источником пополнения коллекции музея архитектуры, особенно коллекции музея архитектуры, касающиеся именно этого, позднего советского периода. И сегодня я вам хочу показать то, что мы не так давно, на прошлой неделе, привезли в музей архив архитектора Владимира Александровича Сомова, который не очень известен широкой публике, но это беда не только Сомова конкретно, но и вообще всех архитекторов-модернистов. Он, например, проектировал театр в Великом Новгороде, который мы все с вами прекрасно знаем. Он участвовал в большом количестве конкурсов в России и за ее пределами. Он работал в крупной проектной организации, но в отличие от большинства своих коллег, он часть своих проектов, что называется, утащил домой. Это большая редкость, потому что редко кто из архитекторов, работая на крупной проектной организации, приносил домой подлинную архитектурную графику. В основном это все-таки почеркушки какие-то, какие-то размышления на тему, может быть, какие-то пересъемки проектных чертежей или выставочных стендов. А тут у нас есть уникальная возможность, потому что это не только архитектурный архив. Например, вот такие совершенно чудесные калечки с набросками фасадов Новгородского театра. Я вам покажу один, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот так вот проекты представлялись на утверждении. Это были вот такие стенды, подписанные, вот здесь с нижней стороны видно. Это вот так вот вешалось на планшет при помощи скрепок или при помощи клея. Есть такой вариант, например, это большие увеличенные фотографии. А я знаю по опыту, что в советские времена сделать такую фотографию с негатива, это довольно дорогое и очень сложное удовольствие, потому что фотобумаги просто такого размера было практически не достать. Это конкурсный проект, фотография с макета. Это конкурсный проект на здание оперного театра на Пляс-де-Бастиль в городе Париже. Театр на площади Бастили в конечном итоге будет построен по проекту другого архитектора. Но важно! Мы же все всегда уверены в том, что Советский Союз существовал в неком вакууме. И ни в коем случае, тем более, советские архитекторы не участвовали в крупных архитектурных конкурсах, особенно во Франции. Это все дико интересно, а есть такие довольно скучные с точки зрения экспозиции вещи, как, например, генплан цирковь в Мурманске, причем копийный генплан, неоригинальный, который просто сложен был, он ужасно хранился. И это представить себе в качестве экспозиционного материала, особенно на фоне шикарных отмывок эпохи советского сталинского вампира, это кажется довольно скучной историей. Но это бесценный материал. Во-первых, архив гипротеатра, организация, которая строила театры и концертные залы, и цирки во всем Советском Союзе, был уничтожен полностью. И сейчас мы фактически вынуждены по крохам собирать какие-то маленькие, значит, его кусочки, кое-что уцелело, кое-что не уцелело. Все, что попадает в музей, попадает в него навсегда. И может быть не сейчас, не прямо вот немедленно. Мы сейчас этот архив разберем, присвоим ему номера, положим в специальные папки, и это будет лежать какое-то время. Что называется, вылеживаться, есть такой термин, полупрофессиональный у музейщиков, вылежаться. А потом через 30, 40, 50, 100 лет выяснится, что это бесценный материал, и что этот материал необходим прежде всего для восстановления, например, истории советской архитектуры. Или как источник вдохновения для архитекторов новых поколений. Я хотела бы попросить сказать пару слов моего коллегу Марка Копяна, человек, без которого этого архива сюда бы не приехало, человек, который вам поподробнее расскажет о его составе, о том, что это за архитектор, и почему для нас это так важно. Архитекторы второй половины 20 века, если вас спросим, какие вы знаете архитекторов эпохи модернизма? Наверное, вы в первую очередь скажете «Фелик Саронович Новиков», и потом у вас будет длить очень долгая пауза. Вы попробуете перебирать голове и фамилии, вспоминая, что вы видели из этой архитектуры вокруг себя. Вы, может быть, очень много вспомните, поскольку действительно в количественном отношении архитектура 70-х, особенно годов, заполнила наши города и не только жилыми микрорайонами, но и крупными общественными зданиями. Но зачастую вы затруднитесь назвать фамилии. Одна из причин, и, пожалуй, главная причина в отсутствии показа творчества этих мастеров, ведь того же Леонидова, который кроме лестницы в Кисловодске и некоторых интерьеров ничего не реализовал, его знает весь мир. Почему? Потому что графика, его архив, он уже десятилетиями показывается музеем архитектуры в Москве, в России, за рубежом, и сохранение его творческого архива это и есть включение его в историю архитектуры. Надо сказать, что архив уникальный. Очень редко в истории музея были такие передачи целого архива, который начинается от ранних студенческих работ, выполненных в архив, второго, третьего курса работы, хватывающие потом его целый период жизни в гипротеатре и показывающие его работу над реализованными проектами, его эскизы конкурсных проектов. В 60-е годы, когда компьютер стал реальностью, пусть это даже были очень простые числительные машины, простые, мы понимаем размеры, но они действительно очень простые, оказалось, что это выход. Теперь достаточно загрузить компьютер-алгоритм, и он может заниматься расчетами. И целое направление тогда возникло в архитектуре, которое обратилось в своем формотворчестве к математике, к физике, к кибернетике, к науке в целом. И на этом фланге советской архитектуры образовалось два лидера. Одним из них был Юрий Лебедев, автор, изобретатель архитектурной бионики, который исследовал живые структуры, строение клеток, строение костей человека на предмет того, как можно оптимизировать конструкцию, исходя из многомиллионной эволюции живых тканей. А на втором пулюсе этого фланга можно выделить как раз Сомова, который в формотворчестве обратился к математике, геометрии трехмерных пространств. Он создал метод, который сам же назвал «Звездные пюры». Это такие кристаллические структуры, которые возникают на теле здания или сами являются телом здания, как, например, конкурсный проект театра на площади Бастилии. Это невероятно интригующая архитектура. Причем надо понимать, что это все-таки речь идет про 60-70-е годы. Это делалось ручно. Сохранились десятки листов ручной прорисовки из саморазвивающихся кристаллических структур. Использование типовых элементов, что было очень проблемой, пожалуй, самая главная проблема архитектора в этого времени, никак не сказалось на качестве архитектурной мысли 70-х, 60-х, 70-х годов. Возможно, и подстегнуло архитекторов в создании уникальных объектов, которыми наполнены наши города на всем постсоветском пространстве, в брутальные космические сооружения, в основе которых лежат типовые элементы. Но скажете ли вы, что это типовые здания? Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно то, что рассказал вам я, то, что рассказал вам Марк. Если у вас будут какие-то вопросы по этой коллекции или по каким-то другим коллекциям музея, мы готовы более подробно рассказывать о них и рассказывать историю их комплектования и показывать какие-то наиболее интересные с нашей точки зрения вещи. В любом случае, пишите свои вопросы, предложения в комментариях, а мы с радостью на них откликнемся. Большое вам спасибо, всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok